Вчера нам казалось это фантастика, а уже сегодня наши дети знакомятся с роботами не на страницах литературных произведений, а в стенах детского сада. Робот Ярослав приветствует телекомпанию «Город». И мы приветствуем тебя. Робот Ярослав уже стал членом большой дружной семьи детского сада номер 30. Он не только участвует в образовательном процессе, но еще и дарит детям и взрослым положительные эмоции. Чемок. Ярослав живет в детском саду уже целый год, в общем-то с момента его открытия. Изначально планировалось, что робот будет выступать только в качестве веб-камеры, благодаря которой родители смогут наблюдать за успехами своих детей на занятиях. Однако живая реакция ребят на Ярослава, желание с ним общаться изменило его изначальное предназначение. Сегодня робот используется как дидактическая игрушка, которая помогает детям раскрепоститься, а педагогам грамотно строить работу с малышами. По сути, на занятиях Ярослав играет роль второго педагога. Если под группу детей приходит, педагог иногда не успевает охватить всех детей сразу, и здесь как раз приходит на помощь этот робот. Потому как за одними детьми наблюдает непосредственно сам педагог, а за вторыми именно с помощью робота наблюдает второй педагог. Во время занятий Ярослав задает ребятам вопрос, объясняет правила дорожного движения, оценивает правильность выполнения заданий и не только. А мне хочется потанцевать, давайте потанцуем. Будем танцевать, Ярослав, ребята? Нет музыки. Солнце на свете чудесней, и нам еще надо так много успеть. Обычные лады становятся песней, которую может с тобой успеть. Ростров очень хороший и добрый. Мне он нравится, и он очень красиво разговаривает. И он еще... Мне нравится, как он движется. Ребята понимают, что перед ними робот, однако относится к Ярославу как к живому, разумному существу. Им не вдомек, что в кабинете по соседству опытный педагог управляет их лучшим другом с помощью компьютера. А все, что делается на занятиях, записывается на камеру и выкладывается на сайт детского сада. Родитель может посмотреть, как педагог задает вопросы детям, как правильно строится фраза, чтобы дома, когда они занимаются уже самостоятельно, родитель мог это сделать правильно. Однако педагоги отмечают, что роботы никогда не смогут заменить живого общения. Ведь ласку и любовь, которые так необходимы детям, машины, к сожалению или счастью, дарить не способны.